сегодня у нас macbook pro 15 модель а 1398 late 2013 года как обычно залили молоком и принесли на восстановление пострадала клавиатура пострадала материнская плата и в этом видео мы будем его опять купать под раковиной ну то есть мы разбирать и мыть самый классный самый суперский ремонт прям самом ресторане городе алматы человек со шваброй прям на этом столе мы сейчас его разберем здесь все от гнило по линии салфетки подсветки какой салфетки все сгнило но в любом случае сейчас будем отмывать всю плату в трекпад попала батарею снимает надеюсь батарея живая и дисплей живой внутри корпуса мы в основном работаем отвертками t5 также нам понадобится боковой пинцет специальный инструмент для снятия аккумуляторной батареи выстегиваем все шлифа очень аккуратно снимаем радиатор охлаждения снимаем кулеры охлаждение тоже вылежим до блеска снимаем ssd в общем нам нужен будет полный разбор так как мы будем отмывать и материнскую плату и отвать на наш корпус в раковине все выкручиваем винты снимаем динамики практически уже все разобрали а ее бортплату тоже в сторону убираем второй динамик выкручиваем вот почти все подготовлено и нужно будет на дисплее по два винта выкрутить и по одному винту оставить чтобы благополучно извлечь дисплей кладем наш дисплей на край стола под стилочку и выкручиваем оставшиеся винтики убираем дисплей в сторону теперь мы приступаем к удалению аккумуляторной батареи я разработал свой собственный инструмент на основе нитки шпагат смачиваем спирту и она как сыр как масло срезается очень мягко при этом не вредит элементов самый лучший безопасный способ особенно если вы хотите снять бушную либо купить бушную батарею она должна быть снята подобным способом чтобы не были замяты элементы контакты все снимаем нашу аккумуляторную батарею убираем в сторону что мы будем использовать ее вторично это самый лучший безопасный быстрый способ все у нас все готово берем зубные щетки специальный эликсир по восстановлению и отмывки материнских плата также корпусов которые я использую идем в нашу священную тайную комнату в которой мы будем проводить данную операцию все кладем в раковину красота и теперь мы моем у нас в кране течет священная а также святая вода который оживляет материнские платы и корпуса макбуков восстанавливает залитые клавиатуры ну прям просто чудеса затем после стирки все это отправляется на пятидневную просушку но еще нужно будет выгнать влагу оставшуюся из-под клавиш клавиатуры а теперь внимание насчет сушки просушить нужно тщательно долго качественно если не досушите то минус плата минус в общем вы поняли что я имел ввиду пять дней later и так он уже это помылся пасть чистился собрался пока предварительно то есть была жалоба на то что он отключается ну то есть моргает дисплей даем питание начало с автостарта нету включаем зажимаем общем подключаем наш диск что я вообще ничего не вижу нету старта а вот я просто до конца кнопку не нажал это тот самый который был залит у нас молоком все картинка есть загружаемся сейчас загрузимся в систему будет вас по 3 все он у нас загрузился вот только теперь мы можем приступить диагностики так давайте у него была предварительно заявка что он моргал значит что у нас датчик кола датчик кола он у нас был утопленный о все датчик кола глючит видите пароль запросил так пока нет но один уже глюк был теперь мы когда его немного погреем запустим тест heaven benchmark среднюю стоит среднюю запускаем сейчас будем отслеживать моргание снова моргнул как бы ушел спящий режим и вышел и спящего режима ну вы давайте еще раз раз попробую поймать сразу на тесте нагрев пошел кулеры стали набирать обороты ну давай начни глючить в общем сейчас мы тогда будем этот датчик холла пропаивать дробь поднимем посмотрим его если что с другой платой перепаяем ну так датчик у нас находится где аудио джек память если меня не ошибает раз мы магнит сюда направим так от моего магнита видите его так вот вот общем он и проглючивает и проглючивает да но его он как бы срабатывать но иногда он сам срабатывает а теперь в ускоренном видео вот видите он за несколько раз получается за одну минуту три раза ушел спящий режим ну то есть датчик у нас глючит а вот он наш датчик холла видите пострадавший под ним видимо есть шарики дорожки 2010 года на него как раз 820 24 55 а парк номер вот с ним как раз у нас и проблема сейчас запаяем у этого чипа одна ножка совсем перевить провел чуть-чуть косо дорожку восстановил подгнившую сейчас чуть-чуть смещенном состоянии установлю чип и нашел я сплаты эйра вот она отсюда возьму smd жку возьму сэр конденсатор тоже перебросил ты чё так пугаешь а смотрите кто пришел басы так чем и на чем остановились вот получается я отсюда вы из-под низ из-под чипа так и проводок подбросил на эту ножку и конденсатор заменил сейчас будем собирать и смотреть что у нас при этом получилось но его еще и код пришел барсики барсики ты зачем пугаешь барсики барсики а теперь результат операция прошла успешно сейчас смотрите сколько он уже 25 минут работает и все никаких глюков никаких ничего не стягает он уже как бы не тухнет полностью работает и теперь мы можем провести она как бы идет диагностика но я запустил там подольше еще мэмори нужно будет проверить сейчас я просто покажу что ssd у нас живой ошибок нет проблем нет smart хорошие 10000 часов на работе у него что касается пока аккумулятор он у нас тоже это родной 982 цикла перезарядки 86 жизни аккумулятор родной точно родной да точно динопагва 2013 аккумулятор старше производства материнской платы ведь и пасы все диском полностью проверил сейчас будет сильно греться и проверять память вот ну и дальше мы это проверим как работает датчик пройдет весь тест памяти мы продолжим не забудьте поделиться этим видео диагностика показывает что все тесты у нас пройдены все замечательно вообще все прекрасно так теперь мы проверим нас датчик здесь у меня магнит сейчас мы отправим спящий режим вот сейчас имитация закрытой крышки видите работает убираю быстро убрался ну иногда глючит но это глючит сам магнит все спящий режим у нас работает потому что видите я подношу он выходит вот сейчас я убираю крышка открывается то есть сейчас он не глючит все работа выполнена и уже можно будет отдавать